друзья всем привет читаю комментарии видео называется поболтаем слушайте знаете иногда читаю комментарии и и думаю надо же ну как все по-разному мы мыслим воспринимаем информацию воспитание детей в отношениях вообще и ну я раз уж на экране тут так скажем то я свою точку зрения озвучиваю вот хочу опять с вами пообщаться и спросить вот вы также думаете как эта девушка или по-другому вот смотрите комментарии там у меня было видео где я ну опять привожу примеры из своей прошлой жизни вы же знаете что у меня канал моей прошлой жизни моей настоящей что это в будущем планирую и поэтому если к теме разговора подходит какой-то случай который у меня был там сколько-то лет назад я его всегда вспоминаю и провожу аналогию и как бы говорю вот так так тогда было и вот мне пишет женщина но этот комментарий сюда прикреплю про меня психологу не ходи развод со вторым мужем так до сих пор вас и не отпустил печально жить в браке и постоянно думать о прошлом и вот знаете я читаю и думаю надо же вот оказывается есть такие люди у которых пустой мозг у них оказывается прошлого нету голове или у них ничего не было в этой жизни пустота или они настолько себя проработали вот на видите говорит психологу не ходи пересмотрела психологов которые видимо ей сказали выжги все из своей головы и оставь до сегодняшнего дня пустую голову и вот я вам могу сказать что знаете что самое ценное есть у каждого человека это его бесценный опыт этот опыт нарабатывается годами потери денег потери здоровья еще многими многими потерями но нам весь этот опыт дается для того чтобы мы его прошли и сделали выводы и больше так не делали если вам этот опыт не подошел вы пострадали от него и вот эта женщина она пишет что я там вспоминаю я и второго мужа вспоминаю первого и этого придурка который за мной бегал я много что вообще вспоминаю из прошлой жизни и вот она мне это пишет и она даже не может проанализировать что вот та жизнь которую я сейчас себе сделала это все благодаря вот тому опыту который у меня был и со вторым мужем и я всегда об этом помню и я не хочу этого забывать и я еще даже на бумажке себе напишу чтобы никогда не забыть тот опыт который у меня был потому что если мы забываем прошлую нашу жизнь мы делаем опять и опять ошибки те же самые и вот она мне это написала и она даже не видит что если бы я была зациклена вот на том расставании на том браке то я бы так и сидела сейчас 20 лет не вышла бы замуж следила бы за ним по соцсетям как у него проходит жизнь ничего бы в своей жизни не меняла я бы жила а с мыслями господи меня предали и я бедная несчастная ничкакие другие меня мужчины не интересует и больше я не хочу замуж и я обижена на весь белый свет вот ее сообщение именно об этом и говорила я вот думаю зря она конечно свой мозг весь стерва как белый лист он у нее сейчас потому что о чем с ней можно говорить вот с этой женщины если она все стерла из своей памяти то вот лично мы собираемся своей семьей когда с подругами еще с кем-то и мы например очень любим повспоминать что у нас было нашей жизни потому что это наш багаж и какой бы он был тяжелый веселый грустный мы сейчас спустя время даже какие-то такие случаи которые на тот момент были ужасные у нас и с друзьями и с родственниками и мы сейчас их вспоминаем и мы смеемся как это говорят когда сейчас находишься в какой-то тяжелой ситуации тебе нужно сказать все нормально все хорошо пройдет время и мы будем смеяться над этой ситуацией это так и получается у нас в жизни и поэтому мы сейчас обсуждая и вспоминаю вот то время но мы с благодарностью относимся ко всем этим приключениям и есть над чем посмеяться хоть жизнь не была такой скучной согласитесь а о чем эта женщина разговаривает со своими близкими у нее чего вообще нету прошлого или она сходила как я говорю психологами выжгла его и сейчас она белый лист и еще мне пишет о том что я это все не проработала я это все проработала так как мне надо и поэтому я сейчас там где я есть потому что я сама без всяких вот этих психологов которые говорят вини маму папу во всем маме не помогай потому что это река идет в другую сторону иди выскажи все родителями друзьям которые когда-то тебя там обидели и в общем испортили со всеми отношения вот если вы хотите к таким психологом ходите вот этими шаблонными фразами раскидываетесь везде даже не понимая смысл и не понимая даже меня вот вы смотрите меня и вы даже не видите где я бываю где я сейчас в том плане что я не застреваю не в прошлых отношениях не в прошлых ситуациях не и вообще в прошлом я просто его вспоминаю всегда с благодарностью сегодня я им говорю спасибо что они у меня были спасибо спасибо моему спасибо моей памяти что мы люди это никогда не забываем и способны делать выводы и двигаться дальше и я вот замечала что есть люди которые вообще не умеют анализировать я иногда смотрю вот знаете совершенно непроницательные совершенно которые не делают из прошлых своих каких-то ситуаций выводы они опять идут в эти ситуации снова и снова и повторяют одно и тоже и они не могут ничего проанализировать у них ум не умеют думать и вот это вот та же история я думаю блин как страшно быть таким человеком это правда хорошо что она не знает что она такая потому что незнание она тоже бережет наш мозг и поэтому таким людям вообще лучше даже не знать что вот они такие пустые пустые у которых которые бегут и все со своей памяти стирают напрочь нахрен и потом опять живут свою вот жизни которую не надо жить им прошлый опыт показывал что мы тебе дали урок не надо больше так делать но они по-другому живут и поэтому вот так вот интересно вот скажите вы прошлое не вспоминаете вы также как вот она выжгли все у себя в памяти и у вас допустим внуки будут спрашивать вот расскажи бабушка что нибудь нам из своей прошлой жизни вспомним из бабушка все время сидели смеялись она металл что-нибудь рассказывала там свои молодости и приколы всякие и отношения тоже вот с мужем с моим дедушкой и знаете ну это так прикольно вот так вот сидеть старшее поколение слушать как и что было с мамой вот мы тоже разговариваем вспоминаем всегда и она свою молодость вспоминает и тоже всякие хорошие моменты и не очень и скажите а вы вообще ничего не вспоминаете вы говорите все я все забыла и не хочу об этом даже горите вспоминать или тоже вот так вот сидите разговариваете вспоминаете напишите интересно может это опять только я такая все остальные вот это сходили к психологам и сейчас как и сейчас белые как чистый лист бумаги и гордятся этими еще мне говорят чтобы я также жива и видите для нее печаль вспоминать прошлую жизнь а для меня радость и благодарность очень интересно напишите что у вас с памятью нет и бизнес и начинает я